В свободном мире Сергея Колтакова считают одним из самых закрытых и неразгаданных актеров. Но при этом все, кто его знал, называют его бесконечно талантливым человеком с собственным взглядом на жизнь. В творческой среде за Сергеем закрепилось звание мастера эпатажа, скандалиста и правдоруба. Поэтому многие его побаивались. Не каждый режиссер решался пригласить его в свой фильм или спектакль. Меня боялись всегда и в театре. Потому что, да, я говорю, что думаю. У меня нет никаких вот этих, как это, толерантностей. Я вообще против этого всего. Но нужно было еще заслужить доверие Колтакова, который часто отказывался от ролей, считая их откровенно слабыми, недостойными своего внимания. Но любой режиссер знал, что если уж Сергей согласился с ним работать, он полностью перепишет реплики своего персонажа. Иногда целые сцены менял, что там фраза. Впоследствии оказывалось, что фильмы от этого только выигрывали, а герои Колтакова никогда не выглядели фальшивыми. И театр. Я считаю, что театры умерли. Их надо расформировать к чертовой матери. Все! Таланта, как яички у муравья, но при этом гигантская популярность. Гигантская. И мне безразлично. Мне звонили, я там говорю, алло. Это Сергей сказал, да. Вам звонит режиссер, ну, например, там, Пиньков. Нет такого режиссера. Мальчишка из Барнаула мечтал только об актерской профессии. После школы решил поступать в театральный. Но отца не радовали его планы. Михаил Колтаков видел сына военным. Сам он был боевым офицером, служил на китайской границе. Затем был начальником колонии под Барнаулом. Но когда понял, что переубедить сына не получится, помог ему, чем сумел. Он попросил Василия Шукшина, с которым был хорошо знаком, написать Сергею рекомендацию. С письмом знаменитого земляка в кармане и полной уверенностью в своем непревзойденном даровании, Сергей направился в Москву. Но председатель приемной комиссии Борис Бабочкин не придал значения письму Шукшина, в котором он просил обратить внимание на талантливого парня. Он попросил Сергея прочитать наизусть какой-нибудь отрывок или басню. Но тот ничего специально не подготовил, считая, что вопрос его поступления уже решен. От неожиданности он стал невнятно декламировать какие-то стихи. И, судя по всему, не произвел впечатления на приемную комиссию, поэтому в списках поступивших во ВГИК своей фамилии не нашел. Тогда Колтаков направился в Саратов, где без усилий поступил в театральное училище. Но учеба была ему неинтересна. Задания типа «Изобразите, что вы подметаете пол или вдеваете нитку в иголку» казались ему слишком простыми и скучными. На следующий год он снова отправился в Москву. На этот раз Сергей подал документы в ГИТИС, куда и был зачислен сразу на второй курс. Первое время он посещал занятия как вольнослушатель. А после зимней сессии стал полноправным студентом на курсе Андрея Алексеевича Попова. Со своим мастером он сохранил теплое отношение до самого его ухода. Первым местом работы после учебы для парня стал театр Маяковского. Именно здесь, по мнению Сергея, он получил неоценимый опыт работы на сцене. С замиранием сердца парень наблюдал за актерской игрой таких звезд, как Наталья Гундарева, Армен Джигарханян, Татьяна Доронина, Владимир Самойлов. Худрук театра Андрей Гончаров, известный своим непростым характером, ни разу не повысил на Колтакова голос. Он считал Сергея молодым дарованием и задействовал во многих постановках. Но уже в 80-м Колтаков стал актером Ленкома. Я счастлив, что многих видел, застал. И вообще, как печально сегодняшнее наше кино и театр. Оттуда же он ушел в армию. Год службы в кавалерийском полку Мосфильма. Актер вспоминал, как прекрасное время своей жизни. Он говорил, что ему доставались такие должности, при которых не нужно было особо напрягаться. После армии Сергей пришел в театр Станиславского. Впервые Колтаков женился еще, будучи студентом. Через три месяца после свадьбы у них с женой Натальей родилась дочь. Молодая семья жила в общежитии. Денег ни на что не хватало. Трудности быта часто приводили к ссорам. Поэтому брак долго не просуществовал. Раньше хоть бесплатно блажил. Устала я, Сережа. С Викторией своей следующей супругой, Сергей тоже обитал в общежитии. Именно здесь произошла его встреча с Николаем Стоцким. Они познакомились в 1985-м, когда начинающий актер был принят в труппу театра Станиславского и получил ордер на крохотную комнатку в театральном общежитии. Оказалось, что обещанную молодому актеру жилплощадь уже занимали Колтаков с женой. При этом в их распоряжении была еще одна комната, побольше. Сцена первого знакомства хорошо запомнилась Николаю. Колтаков в китайском шелковом халате выседает в кресле, а Вика суетится вокруг него как прислужница. Николай робко объяснил ситуацию, но радости от его визита хозяин не выразил. Наконец он позволил Стоцкому войти, предварительно смерив его оценивающим взглядом. «Черт с тобой, заселяйся!» В ту минуту никто из них не мог и подумать, что ближе и роднее друг друга, у них никого не будет до конца жизни. Николай, которому тогда было чуть за 20, встречался со студенткой Щукинского училища Ириной Климовой. Дело шло к свадьбе. Молодые уже подали заявление в ЗАГС и приобрели обручальные кольца. Но в ситуацию вмешался Сергей Колтаков. Он и заявил желание познакомиться с невестой Николая и ее родителями. «На хлебозаводе работает, да, все же трудное в жизни видела. Ну а что? И у них и комнатка вторая есть, и Верипаловна, ты как сын. Ма, знаешь? Ну а что? Ну а что, ма? Одного только ты не знаешь. Что вот пришла девчонка и увела? Да ну, ма. Что да ну? Чего тебе не нравится-то? А? Я прошу, с девушками надо повежливее. Не, ну чем ты недоволен? Рассудительный Стоцкий задумался над словами друга. Он понял, что не о такой жизни всегда мечтал и передумал жениться. Произошел сложный разговор с Ириной. Но несмотря на молодость, она проявила мудрость и согласилась с доводами Николая. Свадьба не состоялась, а сам он больше никогда не пытался построить семью. Мальчишка, я не права. Ну как с тобой можно строить семью? Только и будешь целоваться. А для чего ее строить-то? Щи варить. При чем здесь щи? Семья, ячейка, общество, основа государства. Далой семью, частную собственность, и ты придешь. Вскоре и Сергей остался без супруги. Оказалось, что друзьям было интересно вдвоем. Они были неразлучны в течение 35 лет. Вместе они сочиняли песни, ездили на съемки и путешествовали. Вместе боролись с тяжелой болезнью Сергея. Еще в студенческие годы Колтаков потерял мать. Она умерла в возрасте 44 лет, и парень остался без материнского тепла и поддержки. Поэтому он воспринимал родителей Николая как свою семью. Они тоже искренне любили Сергея. А мама даже называла его наш старшенький сынок. Возможно, где-то в глубине души они таили обиду на Колтакова за то, что расстроил свадьбу их сына и оставил их без внуков. Но всегда с радостью принимали его в своем доме и никогда ни в чем не упрекали. Колтаков любил вести философские беседы с отцом. Сам звонил маме, когда Николай забывал это сделать, и мог с ней говорить часами. Отец Сергея, Михаил Колтаков, умер, когда ему было за 60. Сын относился к нему по-разному. Иногда ненавидел, считая, что причины тому были. А иногда говорил, что честнее человека, чем его отец, трудно отыскать. Когда Колтаков старший возглавлял трест общепита, ему часто пытались дать взятку. В те годы должность руководителя столовыми считалась золотым дном, поэтому многие хотели через Михаила проворачивать схемы с продуктами. Но принципиальный отец гнал в три шеи нечистых на руку дельцов и не принимал никаких подношений. Долго работать в одном коллективе у Сергея не получалось. Он постоянно конфликтовал с руководством, потому что на все имел свое мнение. Все, что он думал о человеке, высказывал ему прямо в лицо, не обращая внимания на должности и звания. Колтаков первым ушел из театра Станиславского после конфликта с главрежем, сыном великого Товстоногова. Я вообще по жизни ненавижу ничего, что связано с администрацией, с начальством и так далее. У меня был какой-то период, наверное, легкого затмения. Может, я приходил, там, говорит, директор, театр, начальщик. И сказал, ты, фух, проходил, плевал мне эти выписки. Это название? Я сейчас же ухожу из театра. И он, я говорю, да почему? Ну вот так. Нет, мы разосрались просто уже окончательно в пух и в прах. Да, потому что я уже не мог. Это все было уже, это был не театр, это было что-то за гранью. А спокойный и уравновешенный Стоцкий продолжал там служить еще долгих восемь лет. Но однажды ему пришлось написать заявление на увольнение после конфликта с руководством театра. Все произошло внезапно. Николай предложил директору отменить спектакль, когда узнал, что на него продано всего 10 билетов. Он считал унизительной ситуацию, когда в зале меньше людей, чем на сцене. При этом он предлагал возместить ущерб из своего кармана. Но в ответ услышал, что актеры обязаны играть даже для одного зрителя. Тогда Николай вспылил и сгоряча уволился из театра. Сергей очень поддержал друга. Ничего, проживем и без твоей копеечной зарплаты. К тому времени они уже обитали на даче в поселке Кокошкино, которую купили у вдовы Андрея Попова, Ирины Македонской. Для нее было важно, чтобы дом, построенный отцом ее супруга, режиссером Алексеем Поповым, перешел к близким людям. Ирина Владимировна относилась к Сергею и Николаю, как к сыновьям. Поэтому она отказала в продаже дома более состоятельным претендентам – драматургу Шатрову и актеру Шакурову. Жизнь за городом для обоих была в радость. Городской шум и суета утомляли, а сближение с природой прибавляло сил и настраивало на творческий лад. Прогулки по тихому лесу с собакой не раз заканчивались рождением нового стиха или сказки. Сергей забегал в дом и начинал торопливо записывать строки на листе бумаги, пока ничего не забыл. При этом писал аккуратно, без исправлений и помарок. Говорил, что как будто кто-то диктует ему. Сереж, ну я устал уже, ну и что? Мне что-то тоскливо нынче. Нынче. Мне что-то тоскливо, да. И мир наш изменится вскоре, в нем будет счастье и горе. Если в театре была назначена утренняя репетиция, а вечером был спектакль, несколько свободных часов друзья проводили в квартире Иисавиной. Она вручила каждому по ключу от входной дверь и предоставила им полную свободу действий. Потом актриса стала крестной матерью для Николая. На даче в Кокошкино часто собирались в компании самых близких друзей. После застолья обычно пели под гитару, делились планами, обсуждали новые постановки. Так продолжалось до тех пор, пока рядом не стали строить гаражи и прокладывать трассу, для чего начали вырубать лес. Спокойная жизнь закончилась, и дом пришлось продать. Наступили тяжелые девяностые. Театр и кино пребывали в упадке. Надежды на какой-то просвет не было. Тогда Стоцкий и Скалтаковым решили уехать из страны и попытаться наладить жизнь за океаном. Но грин-карту получил только Сергей. Он заявил, что без Николая никуда не поедет. И оставшимся без жилья друзьям пришлось бомжевать больше двух лет. Они ночевали у знакомых, переезжая от одних к другим, со всеми пожитками, собаками и их щенками. Когда ситуация стала невыносимой, друзья решили построить дом. Для этого приобрели участок в 15 соток, заросший бурьяном выше человеческого роста. Новое место обитания оказалось неподалеку от Кокошкина, в поселке Зайцево. Тот, кто строился в середине 90-х, поймет, с каким трудом тогда доставались кирпич, цемент, черепица. В ход шло все, что попадалось под руку и что хоть как-то могло быть использовано в строительстве. Но друзья преодолели все трудности и построили двухэтажный дом с красивым прудом, в котором цвели кувшинки. Сергей приносил из леса маленькие елочки и высаживал их за домом. Через время у них был собственный хвойный лес. Кроме этого Колтаков стал заниматься садоводством. Выращивал овощи и плодовые кустарники. Любил хвастаться своим урожаем и угощал всех, кто приезжал в гости. Табличка, вырезанная Сергеем из дерева, и сегодня висит на доме. На ней надпись, обрамленная сложными вензелями, которая гласит «Родовое гнездо зимовья Колтакова-Стоцкая, что в Зайцеве». Начало конца XX века, конец начала XXI века. Охраняется от государства. Чувство юмора у Колтакова было потрясающее. Кроме этого, друзья решили приобрести домик в Черногории, где часто отдыхали. «Родовое гнездо зимовья» «Родовое гнездо зимовья» Это не Стоцкий, это гений просто Вот даже в этом он гений Ну понимаешь? Сергей не любил ходить по врачам Но все же по настоянию друга регулярно проверял кровь и делал УЗИ Каждый раз обследования показывали, что здоровье в норме Страшный диагноз прозвучал внезапно весной 19-го Неоперабельная онкология К этому известию Сергей отнесся спокойно Значит так должно быть Он отказался от химиотерапии, считая ее бессмысленной Но Николай настоял на лечении и вместе они прошли это испытание О тяжести этой процедуры знают те, кто ее проходил Потому что столько, сколько мы пережили Во все эти времена и вообще по-человечески Вот он недавно сломал себе ногу и руку И у меня было ощущение, что лучше бы я себе сломал ногу, руку, башку Но чтобы не испытывать этой физической боли За близкого, родного человека Умереть, чем мучить себя и видеть эти муки Не случайно Николай, в этом есть какое-то знамение даже Он мне, вот это мой ангел-хранитель Он действительно меня от многих вещей совершенно уберегал Косил все мои эти желания мировых пожаров Все, иду вдвоем Все, мне хана Никакой хана, все хорошо Я просто говорю, слава тебе Господи За то, что вот ты в какое-то время подарил мне этого удивительного человечка Но Колтаков мужественно перенес все мучения Не жаловался, никого не упрекал Тогда многие друзья поддерживали как могли Но были и те, кого Сергей вычеркнул из своей записной книжки навсегда В перерывах между химиями он снялся еще в трех картинах Это «Угрюм река», «Диверсант Крым» и «Мертвая душа» На съемочной площадке «Мертвых душ» он в последний раз появился 18 августа Сергей Колтаков дважды был официально женат Были у него и подруги Но ребенок у актера был один Несмотря на развод, он поддерживал хорошие отношения с бывшими женами Очень любил свою дочь и помогал ей как мог Анастасия вышла замуж за парня из соседнего подъезда И уехала с ним в Штаты, где у пары родились сын и дочь После их развода отец часто высылал Насте деньги Потому что зарплаты патронажной сестры на жизнь в Америке не хватало Моя дочка его обожает до смерти И все время говорит «Папа, я женюсь, я выйду замуж за Николашу Я говорю, что ты дура и ты не можешь вообще претендовать на это святое Потому что уже в нашем роду я уже истязаю этого человека Живи и убивай других» Николай сегодня не может понять Почему единственная дочь за полгода не нашла возможности навестить тяжело больного отца Как-то его поддержать В конце августа Сергей еще гонял на велосипеде А уже 7 сентября его не стало Он сгорел всего за 4 дня без особых мучений Колтаков терпеть не мог кладбище с оградками и калитками Которые родственники усопших запирают на ключ Когда обнародовали завещание Майи Плесецкой Сергей с пониманием отнесся к последней воле балерины Она просила хранить свой прах до смерти супруга А затем соединить их и развеять над российской землей Тогда он сказал, что тоже хочет, чтобы его прах был развеян среди берез и елей Которые он сам посадил Николай выполнил его волю Даже понимая, что у друга не будет могилы, куда можно было бы приходить На похоронах он еле держался на ногах Почернел от горя С уходом Сергея для него остановилась жизнь Все вокруг потеряло смысл Друзья как могут поддерживают и утешают Но заменить друга ему уже никто никогда не сможет Какие он пишет стихи Там лет 15 назад он начал писать сказки Это вообще фантастика Как он рисует картины, пишет То есть одному человеку дано такое количество Не верьте Любимый человек, это вот мой ангел-хранитель Мы что-то уникали Вот это действительно по-настоящему порядочный, добрый Я никогда не слышал вот за эти годы, чтобы он о ком-то сказал плохо Я вот всех уже обосрал Это его не касается Но за это вот поэтому и гармония Да-да-да, поэтому и получается так долго дружить Только спустя год он нашел в себе силы, чтобы подготовить к изданию литературные произведения друга Записал диск с песнями на его стихи Также Николай Стоцкий планирует опубликовать дневники Сергея Колтакова И говорит, что мало не покажется никому В своих дневниках актер давал характеристики и высказывал собственные суждения о многих людях, с которыми его сталкивала жизнь Сергей всегда был честен с другими и самим собой Я ему не верю, конечно Потому что он любит меня А любящий всегда имеет километр заступа Нелюбящим доверие Вот кто не любит, к тем доверен Друг снится Николаю каждую ночь Дает мудрые советы Поддерживает в его решениях А иногда и ругает за глупые поступки Может и приложить крепким словом, как он умеет Без церемоний В глазах померкнет зорница Живой бы водиться, напиться да заново переродиться Но огонь и вену частица Успеть бы со всеми проститься Не мои, не мои, не я, но Мысль донес Все мои До новых встреч Если вам был интересен этот рассказ Пожалуйста, поставьте лайк Или выразите свое мнение в комментариях Подпишитесь на канал И вы не пропустите новые истории О судьбах интересных людей Спасибо за просмотр До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...